Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. До того, как либералы приняли авторитаризм, они много говорили о правах. Твое право, мое право, все было правом. Право на здравоохранение, правила Миранды. Вы не могли ставить эти права под сомнение. Но говоря о правах, вы в какой-то момент захотите определить основное право человека. Что это? Конечно, право на самооборону. Это основное право, от которого зависят все остальные права. Если вы не можете защитить себя, свою семью и свою собственность, у вас нет никаких прав. Вы раб по определению. Вы можете спросить, как в этот момент крадущегося авторитаризма обстоит дело с правом на самооборону в нашей стране? Мы могли бы прочесть длинную лекцию, но как насчет нескольких примеров, рассмотрим два случая стрельбы на заправках, произошедших в прошлом году в США. Первый имел место 6 октября в 2 часа дня в штате Миссури. 23-летний уголовник по имени Джаван Тейлор, имевший множество судимостей, в том числе за вооруженное ограбление, начал угрожать женщине-продавцу, потому что на заправке не было нужных ему сигар. В этот момент пожарный не при исполнении по имени Энтони Санти, который был внутри, решил вмешаться. Он попросил Джавана Тейлора покинуть магазин. В ответ Тейлор начал угрожать ему, а затем побежал к своему внедорожнику. Санти последовал за ним, потому что подозревал, что Джаван Тейлор достанет из машины пистолет. Именно это он и сделал. Джаван Тейлор достал из внедорожника нелегальный пистолет с увеличенным магазином. Не желая быть застреленным, Санти схватил Тейлора за шею. И тогда Джаван Тейлор передал пистолет своей девушке, и его девушка выстрелила безоружному пожарному в спину, убив его. Это была казнь без необходимости, видео есть в сети, мы не покажем его вам, потому что это ужасно. Но если сомневаетесь, можете посмотреть. И так нет никаких споров о том, что произошло. И все же местный окружной прокурор Джин Петерсбейкер отказалась выдвигать обвинение против человека, убившего пожарного. Почему? Что ж, была политическая составляющая, и мы это знаем, потому что активисты БЛМ сразу же отпраздновали убийство. На расовой почве Джаван Тейлор черный, Антони Санти белый, этого им достаточно, они рады, что он мертв. Теперь рассмотрим стрельбу на второй заправке. Это произошло менее месяца назад в Остине, штат Техас. Вооруженный человек с криминальным прошлым по имени Маркис Дэмпс зашел на заправку и впал в ярость. Вот репортаж местного отделения Фокс с описанием того, что произошло. Постоянные клиенты заправки Шелл на углу Ист-МЛК и Спрингдейл не перестают хвалить 25-летнего сотрудника Ясина Наза. Они ошеломлены, узнав, что Наз обвиняется в убийстве первой степени после того, как застрелил 42-летнего Маркиса Дэмпса возле магазина поздно вечером в субботу. Согласно судебным документам, Дэмпс зашел в магазин и устроил словесную перепалку, переросшую в потасовку. В магазине произошла какая-то ссора, с которой все и началось. Дэмпс размахивал ножом перед работниками. Наз схватил пистолет и велел ему уйти. Вместо этого Дэмпс начал громить магазин. Отец Наза показывает нам испорченный товар на витринах. Автомат для кредитных карт вырван из прилавка. Когда Дэмпс ушел, Наз последовал за ним на парковку и несколько раз выстрелил в него через окно его машины. Итак, парень с судимостью и ножом в руке начинает громить ваш магазин, а затем выбегает на улицу к своей машине. Позже Наз сказал полиции, что застрелил Маркиса Дэмпса, потому что боялся за свою жизнь. Он думал, что парень возьмет пистолет, вернется и убьет его. И это обоснованный страх, конечно. Убийство Энтони Санти доказывает это, но в данном случае окружной прокурор, финансируемый Соросом, антиполицейский политический активист по имени Хосе Гарса, выдвигает обвинения против продавца. Он хочет отправить Наза, человека, пользующегося большим уважением в своем сообществе и вносящего вклад в наше общество. Он пытается отправить этого человека в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Итак, соедините эти два случая, рассмотрите их в тандеме. Какова суть? Суть в том, что если жестокий уголовник начинает терроризировать людей, разрушая ваш магазин, ваш источник средств к существованию, вы ничего не можете сделать. Если он вернется к своей машине за пистолетом, вы должны позволить этому случиться. Быть застреленным или отправиться в тюрьму. Таков выбор, хотя, конечно, на самом деле выбора нет. И это не единичные случаи, которые мы выбрали для полемики. Это происходит повсюду. Мы видели, как это случилось с Хосе Альбой прошлым летом в Нью-Йорке. Продавец магазина Бодега, которого прокурор отправил в Райкерс по обвинению в убийстве, потому что он дал отпор головорезу и другому осужденному преступнику, напавшим на него в магазине. Обвинение в конечном итоге было снято, после того, как общественность возмутилась, но Альба уехал в Доминиканскую республику, потому что видел, к чему все идет. Самооборона — краеугольный камень всех свобод, без которых вы не можете быть свободным, без которых вы — собственность. Самооборона фактически становится незаконной во многих местах. И не только в очень либеральных местах, таких как Нью-Йорк, но даже в Штатах с самыми сильными законами о самообороне. Аризона, например, позволяет жителям стрелять в нарушителей частной собственности. Так, 73-летний Джордж Алан Келли жил прямо на границе. Вы, возможно, слышали, что Джо Байден открыл границу для миллионов и миллионов людей из других стран, личностей которых мы не знаем. Итак, если вы живете на границе, это полностью изменило вашу жизнь и напугало вас. Джордж Алан Келли был одним из этих людей, живущих на границе и видел все воочию. Сейчас он в тюрьме по обвинению в убийстве первой степени, потому что застрелил нелегала, проникшего на его ранчо, в кино Спрингс, менее чем в двух милях от границы. Это произошло буквально на днях. Мы не знаем подробностей ссоры между мужчиной в тюрьме и человеком, которого он убил, но человек в тюрьме не убивал кого-либо еще. Он не осужденный преступник, у него нет криминальной истории. Человек, которого он убил, был нелегальным мигрантом по имени Габриэль Куэн-Бутиме, и его несколько раз депортировали из США, но пускали обратно. Это не нападка на него, просто замечание, это правда. Джордж Алан Келли, видимо, почувствовал угрозу и застрелил этого нелегального мигранта. Но у обвинителей не возникло сомнений, ему тут же предъявили обвинение в убийстве первой степени. Итак, вот он, Джордж Алан Келли, тот парень, который, по мнению властей Аризоны, представляет угрозу для общественной безопасности и должен провести остаток жизни в тюрьме. Он кажется вам опасным. Ваша честь, я заметил, входя сюда, что моя жена присутствует в суде. Могу я попросить ее устроить аудио или видеоконференцию? Я не могу поговорить ни с ней, ни с кем-либо другим. Это нужно обсудить с сотрудниками изолятора внизу. Этот разговор должен состояться с ними, сэр. Хорошо? Если ваша жена хочет поговорить с вами, она может пойти в офис шерифа, и они могут сделать все, чтобы организовать это. Благодарю вас за разъяснение. Это пожилой человек, который едва может ходить, которого никогда не судили за преступление. И с ним обращается как с ребенком, бестелесный голос какого-то фашиста. Вы только что это видели. Судью по этому делу зовут Эмилио Веласкес. Кто он такой? Он судья! У него даже нет юридического образования. Он не юрист, но судья. Он избранный политик. И он разрешает судебное преследование американского гражданина, который воспользовался своими правами и своим самым основным правом, а именно если кто-то заходит на вашу собственность, и вы чувствуете угрозу, вы имеете право защищать себя. Точка. Но Веласкес не признает этого права. И поэтому установил залог за этого пожилого человека, чья жена живет одна в доме прямо у границы, в размере одного миллиона долларов. Итак, новость об этом деле облетела Аризону, и люди были справедливо возмущены тем, что делают с этим человеком. Люди пытались собрать деньги, чтобы заплатить залог на GoFundMe. Но GoFundMe не позволил этого. Этот пожилой мужчина гниет в тюрьме, пока его жена живет одна на границе, которую демократическая партия держит открытой. И вы не можете собрать деньги на его залог. Они закрыли. GoFundMe закрыл возможность собрать залог для этого парня. Конечно, вы можете собрать деньги для BLM, пока они сжигают нашу страну, чтобы не допустить переизбрания Дональда Трампа. Но вам нельзя собирать деньги для людей под стражей по обвинению в убийстве на залог в один миллион долларов, защищавших свою собственность на границе. Настоящее безумие и угроза для всех нас. Даже в Техасе, который в некоторых местах все еще остается свободным, самооборона постепенно становится незаконной. Несколько недель назад бандит вошел в закусочную с чем-то вроде пистолета, до смерти напугал посетителей и забрал их деньги. Он направил этот пистолет, оказавшийся муляжом, на нескольких покупателей. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы были в ресторане, и какой-то псих с оружием начал бы тыкать стволом вам в лицо и забрал ваши деньги? Что ж, один смельчак встал и устранил угрозу. Вот он. Мужчина в маске и перчатках в такирии около 11.30 вечера в четверг направляет на клиентов что-то похожее на пистолет и требует денег. Пока некоторые прячутся и бросают деньги, этот человек действует, как только грабитель направляется к двери, все еще с пистолетом на готове. Он взял деньги, развернулся и пошел. И тут клиент встал и застрелил его. Рассерженный стрелок понимает, что пистолет грабителя пластиковый. Возвращает украденные деньги клиентам, делает еще один глоток и уходит до прибытия полиции. И так было бы интересно, и мы должны это сделать, показать это видео на всю страну. И давайте проведем референдум о том, что делать с человеком, застрелившим вооруженного грабителя. Вы с семьей в ресторане, входит какой-то сумасшедший в маске и сует вам в лицо то, что вы считаете пистолетом, и крадет ваши деньги. И кто-то встает и стреляет в ответ. Сколько американцев считает, что этот парень должен сесть в тюрьму? Вероятно, около нуля. Но полиция Хьюстона вместе с окружным прокурором представляют этого человека перед большим жюри, чтобы отправить его в тюрьму. Они говорят, что он стрелял в преступника слишком много раз. Хорошо. Нетрудно понять, почему люди стараются уложить жестоких головорезов. Если этого не сделать, они выйдут из тюрьмы и начнут терроризировать больше людей. Это происходит повсюду. Это произошло в Тьюпилла, штат Миссисипи. Миссисипи контролируется республиканцами. Политики в Миссисипи начали выпускать преступников условно-досрочно, в том числе 26-летнего Криса Копленда. Его неоднократно судили за кражу со взломом и угоном. Копленд был на испытательном сроке, когда казнил продавца на заправке после того, как ограбил его. Он заставил продавца, человека по имени Парм Вирсинг, сесть, а затем выстрелил ему в затылок. Это ужасные кадры, но они реальны. Отвернитесь, если не хотите этого видеть. Просто казнил его. Политики чувствуют себя добродетельными, давая преступникам второй шанс. Кстати, осужденные заслуживают второго шанса. Некоторые заслуживают освобождения. Но когда вы массово выпускаете людей на свободу, и не следите за ними, просто надеясь на лучшее, вы выпускаете психопатов, таких как Крис Коупленд, в общество, и они казнят продавцов магазинов, которые в последнюю очередь заслуживают казни. Они работают за 8 баксов в час, продавая вам лотерейные билеты. Тем временем люди, которые защищаются от преступников, получают максимальные сроки. Правительство защищается с помощью телохранителей, у них куча телохранителей, за которых платите вы. Конгресс так боится тех, кем он управляет, что построил стену вокруг Капитолия. Но вам нельзя давать отпор. И мы видим усиление этой тенденции в 2020-м во время беспорядков БЛМ. Итак, толпа БЛМщиков взломала ворота дома Марка и Патриции Макловски в Сент-Луисе. Они ужинали. Внезапно появилась толпа, и в ответ они сделали то, что сделали бы вы в трезвом уме. Вы схватились бы за свое оружие, вы не стреляете, вы отпугиваете. Это оружие находилось в законной собственности, они были у себя дома, толпа была у них. Вот как это было. Помните, они были расистами? Верно. Группа высоко привилегированных детей появилась у их дома, чтобы угрожать им. И они сказали, отвалите, так что они расисты, пишет Вашингтон Пост. И затем, конечно же, прокурор Сороса по имени Ким Гарднер обвинила их. Обвинила Макловски в преступлении, не толпу, а Макловски, за то, что они осмелились защищать себя. Их оружие было изъято. Конечно, не для того, чтобы обеспечить чью-то безопасность, как раз наоборот. Сент-Луис не стал безопаснее при Ким Гарднер в городе самый высокий показатель убийств за последние десятилетия. Так что дело не в безопасности. Они хотят обезоружить Вас, чтобы Вы не смогли защитить себя от их планов. Слава Богу, Марк Макловски и его жена были оправданы. Слава Богу, Марк Макловски и его жена были оправданы.